Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну ладно, вы знаете, что кислород в соединениях обычно проявляет валентность или в современной минус 2 степени кисления. А в каких соединениях он проявляет степени кислорода иную, чем минус 2? Ну скорее всего, когда материалы, точнее элементы более электроотрицательные, чем он. Ну это фтор мы разобрали, это одно. А вот кроме фтора, в таких соединениях кислород проявляет валентность, тоже отрицательную, но иную, чем минус 2. В пероксидах. Вот пероксид водорода, то, что в народе называют перекись водорода, там... Ну ты мне улица родная, без непогоды дорога... Товарищ, все-таки сильный. Да химик, химик, прервалось у нас какое-то слово, да? Прервалось. Давайте сначала. Погоняйте меня по химии, давайте. Какой уровень? Ну, сначала первый. Ну, школьный. 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 Сколько за... Нет, потому что знаю только, только школьный, помню. И так? Ладно, что тяжелее, азот или кислород? Думаю, что кислород. А во сколько, правильно, во сколько раз? Атомная масса 16 кислорода, азота, по-моему, 7. А можно... Азот 14, 14. Ну, правильно, в пропорции молекулярной массы. А вот знаете... Как мне нравятся ваши вопросы, простокласс. А слышали о пожаре на дирижабле Гинденбург в 1936 году? Конечно. Который горел прямо на древке, то есть на аэропорте в Нью-Йорке. Гиндербург это мой любимый дирижабль, конечно, слышал. Да. А почему он горел, знаете? Ну, я думаю, аж два очень сильно горел. Ой, аж два. Аж два, аж два горел. Правильно, аж два загорелся. Потому что у немцев еще не было гелия технологии выработки. То есть сейчас уже будет. Конечно. Допустим, чтобы достичь одинаковой грузоподъемности, во сколько раз дирижабле на водороде меньше, чем дирижабле на гелии? В два. Молодец. Как посчитал? Или попал? Нет, я просто... В школьное время даже сам пробовал. Нет, ну в два это можно и помнить, а обосновать можешь? Начинал правильно про эти самые. Ну а то атомная масса водорода 2, гелия 4. Тут все понятно. Да, но только не атомная, а молекулярная. Атомная масса водорода 1, а... 1, да, потому что там 1, а там нет протонов. А у гелии 1. Один атом в молекуле, поэтому в гелии 4, хоть атомная, хоть и молекулярная, а у водорода молекулярная 2. Ну там, по-моему, 2, у него 2 протона 2, не много. Да, да, правильно, соображаешь. Ну да, уже это даже не первый уровень, а даже побольше. Ну ладно. Бертолета-Вассоль, слышал такое? Конечно, слышал. Какая формула или название намеплата? Бертолета-Вассоль, 15 лет назад было не помню. Так и есть. А марганат калия, манганат калия, вот так точно. Сейчас, сейчас, сейчас скажу. Ну обычная марганцовка, это же, да? Ну не совсем. Ладно, моя. Ну там есть калий марганецу 4, есть такая штука. Правильно, вот это обычная марганцовка, это перманганат калия. Перманганат. Вот такая есть, это самое, когда, там на втором уроке химии, пока, чтобы завлечь учеников в седьмой класс, им пока ее нагревают и кислород. Нет, 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 им показывают одну из двух цветных реакций. Либо, значит, ставят щелочь кислоту и наливают метилоранж. Вот был оранжевый, в щелочи становится жёлтый, ярко-жёлтым, а в кислоте красный. То есть, детям нравится, школьник. А второй опыт, он более такой, ну, его меньше применяют, но мне больше нравится. Это берут калий марганцу 4 и добавляют в кислую среду, щелочную. В кисло-середине он обесцвечивается или наоборот, вот калий марганцу 4 и добавляют в кислоту, он сразу обесцвечивается. А вот в щелочной среде получается изумительный и изумрудно-зелёный цвет, очень красивый. И вот это и есть манганат калия. То есть, перманганат восстанавливается до манганата. Это калий 2 марганца 4. Вот калий 2 марганца 4. Калий 2. Он обладает изумительным таким изумрудным цветом. Поэтому это очень красивый опыт для демонстрации на начальных уровнях химии. А вот, допустим, наливаешь вот эту марганцовку, калия марганца 4, стакан, он забыл про неё. Этот стакан стоит там день, два, три. И на стенках образуется такой грязно-бурый осадочек. Это вот что такое. Из калия марганца 4? А? Из калия марганца 4? Да. Ну, возможно, оксид марганца. Возможно. Ну, почти. Диоксид марганца, да. То есть, смотри, марганец имеет плюс 7, калия марганца 4, если в курсе, до степени кисления. В кислой среде, когда он обесцвечивается, он, значит, восстанавливается до плюс 2. В щелочной среде калия 2 марганца 4 до плюс 6. А в нейтральной среде до плюс 4. То есть, там вот этот грязно-бурый осадочек на стакане, это есть плюс 4. То есть, диоксид марганца 2. Или марганца 4. Марганец 2, то есть, 4-х валенка, марганец. 4-х. Марганец 2, 4-х валенка. Молодец, молодец, хорошо соображает. Такая что, может, ты в кинетик соображаешь? Скорость химической реакции в чем измеряется? Я не настолько... Мне только школьный. Ну, ладно, ладно, школьный, что тебе пошло. Знаю, неплохо неорганику, органику намного случится. Ну, я органик, да, здесь это неплохо знаю. Так. Ну, ладно, а такая концентрация. Концентрация? Да. Ну, мне всегда нравится, когда продолжение есть какой-то. Концентрация чего и где? Ну, концентрация, допустим, какой-нибудь соли в жидкой соли. Ну, количество активных молекул в растворе, то есть, там, в воде или в другом растворить тибу. Количество это? Это называется количество вещества. Концентрация это величина? Нет, я про боли ничего не дала. Ну, например, на каждые 60% воды есть 40% натрий-хлор. Ой, на что я говорю? Натрий-хлор. Обычные соли. То есть, концентрация соли 40%. Я понял, да, это техническая концентрация. А научная концентрация это, в общем-то, первое производное количество вещества по объему. То есть, в любом случае, в знаменателе должен быть объем. На единицу объема нужно читать. Но это вот, ты, наверное, знал, просто в голову не пришло. Я понимаю. Нет, нет, мы это никогда не проходили в школе. Ну, ладно, что еще там поберем. По неорганике могли проходить. Слышал такого, где-то, слышал. Слышал такого, где-то, тухачевский. Тухачевский? Спешит Украины, по-моему, да? Да. Какого города Запорожье? Нет? А какого? И сам, и самого нежного города Украины. нежен конечно молодец вы очень из немногих то правильно я понял да посмотри у вас там все плачутся по голодомору а на самом деле тому что такое голодомор это забирали ну граби это разбой разбойники грабили зерно я если нужно вернитесь к химии это блядый я в химии подвожу а вот в россии российских селян красные травили химическим оружием вот тахачевский применял химическое оружие против тамбовских и ярославских селян когда подавлял антоновский мятеж и применял фазген конечно газ фазген а по моему его даже 1 у него простая формула самая простая все химические фазгены фазгены я не скажу эту форму и из его химическое оружие если вы первую часть ставите возможно я продолжу но смотри значит фазгена название ни о чем не говорить но в любом случае как правило хлор присутствует химическим оружием ну ладно тут трудно так двигаться сливаешь ну там там же нет бензольного конца простая форма c c o хлор 2 и чего себя такое очень сильный оксида даже не оксида просто окислительные способности офигенно что тебя еще спросить по нерго по неорганике какой самый легкий между неорганикой физикой какой самый легкий металл крови но я пред я точно не знаю я предположу что это матки что это таблица в общем то какой 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 имеет меньше подождите подождите металл металл самый легкий металл металл который имеет минимальный как правило литий я думал там чуть чуть более какими-то другими свойствами а самый тяжелый самый тяжелый еще и замечены из имеющих стабильных там их там очень много самый тяжелый самый тяжелый осмей по плотности 22 и 7 по моему жаль что вы мне не зажать что вы сказали они дожали что мне в голове а платина и 8 3 золота занимает 19 золота легче я в курсе я думал но я думал вот те элементы которые радиоактивы они если взять один грамм невозможно который только радиоактивно они скорее всего и тяжелее которые существуют там доли безусловно намного тяжелее возможно 8 из имеющих стабильные затопы из реально существующих металлов они просто которые там реально но я бы сказала поменьше чем у плотина чем золото ну да это все вот они довольно тяжелые ладно так что еще по неорганике у азота какие степени окисления знаем о их есть когда он со втором сражается у него все степень окисления плюсовые от единицы до пяти все имеют ну да это плюсовая вот допустим при степени окисление липли проявленности плюс один оксид n2 а как он как он называется его техническое название или вот бытовое могу подсказать что это главный наркотик девятнадцатого века сейчас сейчас его иногда применяют так сказать но у меня 1 1 легкий газ легкий газ хотя он не сильно легкий не тяжелый официально это оксид диазота а это папа а поставил русскими который по менделейской назывался закись азота ну во всех во всех криминальных этих самых называют его закись азота криминальный исход слышал же закись азота да дорогой название веселящий газ о вот веселящий газ другое дело хорошо ладно сегодня у меня три к вам вопросы есть давай первый самая твердая кость в организме человека но вам химику не ответить на такой простой вопрос да ладно я вообще название даже кассе не знаю можете поближе к камере улица родная и а а а а а а а а а Продолжение следует...